Хотя компания Philips из Нидерландов изобрела компактную кассету, в их собственной стране продажи ее магнитофонов невысоки. Однако модель FC60 с тремя головками, шумоподавлением Dolby B и Dolby C, а также функцией увеличения запаса громкости Dolby HX Pro, стала лидером новой линейки компании. Головки записи и воспроизведения в модели FC60 физически разделены, но объединены в одном корпусе. Такая конструкция позволяет не только пользователям мгновенно сравнивать входной сигнал с записанным результатом, но и оптимизировать каждый элемент головки в соответствии с его функцией. Например, ширина зазора записывающей головки в FC60 составляет 4 микрометра, расстояние между полюсными наконечниками головки, что обеспечивает глубокое проникновение записываемого сигнала в оксидный слой ленты. С другой стороны, зазор элемента воспроизведения имеет ширину всего 0,6 микрометра, что позволяет деке воспроизводить самые высокие слышимые частоты. Такая же внимательность к деталям проявляется и в электронике. Например, воспроизводящая головка соединяется с малошумящим полевым дифференциальным усилителем с помощью бескислородного провода из непрерывно литой меди. В кассетной деке FC60 имеется двойной стержень с замкнутым контуром, который изолирует участок ленты, проходящий через головки, для уменьшения колебаний. Обе кассетные деки оснащены сбалансированными маховиками и приводятся в движение одним двигателем. Второй двигатель используется для быстрой перемотки ленты. Дверца кассетного отсека снимается для удобства очистки головки и размагничивания. Кроме того, на дверце имеется прозрачная панель, которая позволяет увидеть оставшуюся ленту на каждой стороне. К сожалению, кассетная дека не оснащена подсветкой и задним отражателем. Кривизна панели вызывает оптические искажения, из-за которых невозможно видеть движение катушек. Хотя сегодня многие деки имеют систему расширения головного пространства Dolby HX Pro, лишь немногие, включая Philips FC60, позволяют пользователям включать и выключать эту функцию. Система Dolby HX Pro изменяет смещение записи в зависимости от уровня высокочастотного сигнала, чтобы предотвратить насыщение ленты. Она понижает смещение в моменты сильных высоких частот, что позволяет сохранить больше высоких частот на ленте. Система двойного индикатора уровня записи в модели FC60 является уникальной, во многих аспектах. Пиковые уровни сигнала отображаются на дисплее с 16 сегментами на канал, причем точка 0 дБ калибруется в соответствии со стандартным уровнем записи Dolby. Для выравнивания частотной характеристики и обеспечения точной работы систем шумоподавления предусмотрены регуляторы регулировки смещения и чувствительности к ленте, калибровка Dolby. Однако настройку необходимо проводить на слух, используя низкоуровневые FM-шипения или аналогичный источник в качестве тестового сигнала, так как калибровочные генераторы не входят в комплект. FM-мультиплексный фильтр можно отключить кнопкой, если его оставить включенным, чувствительность деки на высоких частотах снизится. Дополнительные кнопки управляют схемой перемотки и воспроизведения в памяти, а также памятью программ с 15 вариантами выбора. Дейсвое на высокой скорости, система находит записанные варианты, разделенные тишиной длительностью 4 секунды или более. Пользователь может выбрать то, что хочет прослушать, вводя номер программы. Уровни записи устанавливаются с помощью главного регулятора, дополненного регулятором баланса каналов меньшего размера. На передней панели имеется разъем для наушников с собственным регулятором громкости, но отсутствует регулятор уровня воспроизведения для линейных выходов. В дополнение к обычным входным и выходным разъемам на задней панели, FC60 оснащен дополнительной парой разъемов для подключения проводного пульта дистанционного управления.